Плавучий университет вернулся в Якутск. Около месяца студенты и ученые-наставники, члены Русского географического общества, на теплоходе капитан Гороватский проводили исследования на воде от Якутска до поселка Тикси. Об итогах поездки расскажет Юлия Великодная. Напомним, в конце июля впервые стартовала экспедиция РКО «Полени». Всего участия в экспедиции приняли два отряда. Один из которых дошел до Тикси, а второй работал со школьниками, проживающими в Хангаласском районе. Ребята узнали, как вязать узлы, как проводится геодезическая съемка и не только. Они смогли посетить различные мастер-классы. Участником экспедиции стала студентка из Франции, которая впервые посетила Россию. По моей тематике, по гидробиологии озер, очень такой заинтересовался мальчик-тороклассник. И меня это очень удивило, потому что во втором классе интересоваться чем-то запредельным для своего возраста – это так отрадно было. Я почувствовала, что я внесла какой-то вклад в его будущее. Возможно, он станет потом великим гидробиологом. А слушателями масштабного проекта «Полени до Тикси» стали 21 человек. Это географы, экологи, историки и геологи, которые привезли для исследований в лабораториях 54 литра воды и более 100 минеральных образцов, а также грунта и льда. Результаты будут готовы примерно в течение месяца. Нашими историками добыты ранее неизвестные документы по истории Якутии. В частности, по истории развития речного транспорта, по истории развития рыбной промышленности Якутии. Ради проекта силами Лорпа было восстановлено судно, которое ранее не эксплуатировалось, и создана команда. А капитан впервые выполнил рейс по такому маршруту. Экипажу судна было интересно и познавательно работать с учеными. Люди, как говорится, уже с большим опытом. Это помимо студентов, там же и доктора наук. Поэтому, конечно, всегда что-то мы и сами у них интересовались. Экипажу всегда было любопытно, чем они занимаются. Поэтому расширили кругозор. Для студентов такое путешествие – новые данные для дипломных работ. А для жителей населенных пунктов по пути следования – это возможность получить знания об экологической обстановке своих поселений. Юлия Великодная, Александр Жуков, НВК Саха, Якутск.